Ла-ла, ла-ла-ла-ла Я Елена Лащенко, автор курса, созданного на базе большого практического опыта и методологических разработок Владислава Ивановича Редюхина, с которым мы работали более 20 лет. Я продюсер, генеральный директор многопрофильной компании ArtCenter Plus и информационного агентства Музыкальный Клондайк, член Российского и Международного Союза Журналистов, действующий эксперт-консультант. Наш курс основан на методологической разработке Владислава Ивановича Редюхина, с которым мы познакомились еще в 1995 году, во время реализации проектов, ассоциированных школ ЮНЕСКО. В то время я была координатором этой большой программы. У меня был контракт с ЮНЕСКО именно по координации проекта в России. Владислав Иванович за эти 20 лет, когда мы с ним сотрудничали, постоянно дорабатывал свою методологию. И многие моменты мы применяли, как сейчас принято говорить, прямо с колес. И это помогло нам реализовать безошибочно очень много проектов. Ни один проект мы реально не завалили. Мы выполнили все задачи всех проектов. Отлично. Мы отдаем должное Владиславу Ивановичу и помним его, хотя уже его нет с нами сейчас. Но я считаю, что это наш учитель, который помог нам развиваться в течение всей жизни. Приветствую вас! Начинаем первый урок первого модуля. Тема урока – миссия, идея, основа мифотворчества. Мы уже определились, что вы начинаете свой проект. Но вы еще пока стоите на берегу и не вошли в эту бурную реку, которая понесет вас дальше, в потоке времени, в потоке событий, когда нужно будет достичь другого берега, перейти на него и оказаться в новой точке проекта, которая будет называться цель проекта «Достигнута». Поэтому мы сейчас с вами начнем разбираться во всех деталях и тонкостях реализации проекта. Тонкости реализации проекта и состоят в его устойчивости. И поэтому в своей методологии Владислав Иванович на простом примере «Пяти пальцев» постарался объяснить, в чем есть точки критические для проекта и как придать им устойчивость. И это гениальный ход, который перевел очень сложные материалы в очень простой визуальный формат, который позволит нам в течение этого курса, опираясь на эту методологию и на наш практический опыт и новые технологии, применяемые уже в 21 веке, разобраться в том, что такое проект, как его создать и как его сделать устойчивым, как его довести до реализации, до успешного завершения. И вот мои коллеги говорят, что замечательно все знаешь, но в жизни это иногда бывает сложно. Главное фиксировать каждый момент, рефлексировать, находить свои ошибки, возвращаться в точку, когда что-то пошло неправильно и стараться в следующий момент времени переделать и пойти по правильному пути. Каждый палец руки имеет свое значение, потому что стоять на одном пальце неудобно, но если ты встал на все пять пальцев, то позиция будет гораздо более устойчива. А сейчас я вам расскажу об одном из пальцев и как рука в целом работает. Вернемся к нашей руке. Сегодня мы расскажем о мизинце. Что же это такое? Мизинец очень интересный палец. Не зря этот мал не дорос и водички не принес. Но это шутка. На самом деле говорится о том, что мизинцам функционально мало что можно сделать. Но с другой стороны, именно такая позиция очень интересна для нас, потому что мы говорим о мифотворчестве. И чем свободнее палец от постоянной нагрузки, тем больше в нем творческого начала, позволяющего фантазировать и что-то с ним необычное делать. В качестве шутки, опять же, Владислав Иванович говорил, ну что можно сделать с мизинцем? Ну разве что удобно в ухе почесать. Но это как раз свобода, которая позволяет нам, опираясь на его такую позицию, рассказать вам интересные моменты, с чего же начать двигаться к цели своего проекта. Что включает в себя мифотворчество? Меня спрашивают, почему мы вообще такое слово применяем, мифотворчество? Ну здесь действительно надо создать для себя некую сказку, увидеть себя в будущем, в какой-то новой позиции, которая бы для вас была интересна. то есть придумать ее, увидеть и найти пути, как дойти до этого, состояние, в которое вы хотите себя переместить. И сейчас вы должны найти то самое интересное для вас в жизни, что бы вы хотели реализовать реально. и посмотреть на все возможности, которые вокруг вас есть, которые бы помогли вам это реализовать. Все это надо представить очень хорошо, прорисовать, буквально создать миф будущего. Что вас может подвинуть, собственно говоря, к мифотворчеству? Вот что послужит импульсом для того, чтобы вы начали что-то придумывать? Это ваша личная цель. Значит, мы должны определиться с целью и определиться с теми возможностями, теми позициями вокруг вас, которые вам помогут достичь этой цели. Итак, что включает в себя мифотворчество? В первую очередь, это миссия. Миссия, это, можно сказать, та недостижимая цель, та большая медведица, куда вы будете стремиться, реализовывая ваш проект. Но, возможно, не достигнете ее, но хотя бы в какую-то звезду вы попадете. И это уже хорошо. Значит, вы уже поднялись, вы уже продвинулись, вы уже гораздо дальше отошли от той точки, из которой вы выходили, чтобы достичь некую цель проекта. Миссия необходима всегда. Без миссии проекты угасают, потому что достигнув вот этой вот точки конечной, куда мы придем с вами, вы увидите, что впереди пустота. И дальше двигаться некуда. Поэтому, как я вам говорила, это плоская картинка. Но на самом деле, в жизни это гораздо более многомерное пространство. И здесь мы с вами, в этой картинке, должны видеть, что мы как бы по спирали с вами развиваемся. Так вот, в этой спирали миссия, это самая высшая точка, как бы уходящая в бесконечность пространства к звездам. Это, с одной стороны, выглядит как-то, может быть, сказочно. С другой стороны, это реальная методология устойчивости проекта. Потому что, если мы с вами спроектируем некую такую пирамиду, которая стоит на этом основании, да, мы здесь находимся, в данный момент, в каком-то месте, в координатах этих, а идем сюда. Понимаете, что здесь, вот это вот основание, оно для вас более широкое. И пирамида именно так находится. Вот такая пирамида, понятно, она будет неустойчивой. Если мы себя определяем здесь, а впереди у нас нет конкретной миссии, нет конкретной цели, нет конкретного достижения чего-то там, в дальней перспективе, то понятно, что эта позиция неустойчивая, и мы заваливаемся. Вот это медицин, к которому мы сейчас с вами возвращаемся и говорим, как необходимо для нас осознание миссии и цели, и мифотворчества, которым мы должны постоянно заниматься. А также мы должны определять себя, в каком месте в этой нашей сказочной мифологической истории мы находимся. То есть самоопределение, внутри мифа. Что же такое миссия? И как можно на конкретном примере показать, что такое недостижимая миссия? Ну вот, как я вам говорила в начале, у нас есть два известных бренда. Это информационное агентство музыкальный Клондайк и многопрофильная компания ArtCenter+. Для чего мы создали два направления деятельности ArtCenter и музыкальный Клондайк? Для того, чтобы предоставить миллионам талантливых людей возможность раскрыть свой творческий потенциал. Все, кто с нами сотрудничают, имеют возможность продвигаться, участвовать в интересных мероприятиях в соответствии с их запросами уровнем профессионализма. Все имеют возможность заявить о себе в публичном пространстве СМИ. А медиаподдержка нужна как профессионалам, так и творчески одаренным детям, которые только начинают свой путь. То есть наша миссия поддержка миллионов талантливых и творчески одаренных людей. Мы соединили два очень серьезных проекта. Как найти свою миссию или вообще понять, что такое миссия для вас? Я начала с того, что задавала вопросы себе внутри себя, как же было бы хорошо, если бы я смогла что сделать? Помочь людям. Помочь людям в чем? Помочь людям в саморазвитии, помочь людям в самореализации, помочь людям быть профессионалами, помочь людям не зависеть от обстоятельств времени, помочь людям двигаться вперед. Почему такая необходимость вообще задавать себе вопросы, кому ты будешь нужен и каким людям ты можешь помочь и чем ты можешь помочь? Потому что если мы завернем внутрь себя весь проект или вообще всю свою жизнь и систему координат только внутри себя выстроим, то опять же это приведет к неустойчивости, это будет пирамида, которая упадет. Мы об этом расскажем и покажем, потому что здесь еще и внутренний ресурс человека. чем чем больше ты ставишь интересных целей, чем больше ты видишь людей, которым ты был бы интересен, чем больше ты понимаешь, какие услуги ты можешь предложить людям, которые будут востребованы, тем более устойчива ваша идея и тем более интересна ваша миссия. То есть задайте себе внутренний вопрос, что бы вы хотели делать людям, что будет полезным для них, или что бы вы хотели делать миру, государству, природе, я не знаю, там, кондоминиуму, в котором вы живете, что бы вы хотели делать, условно говоря, тем, до кого вы можете дотянуться, или с кем вам интересно взаимодействовать, и на каком уровне вам интересно взаимодействовать, но это важно понять, осознать и определить свою миссию для многих позиций в этом мире. Итак, миссия это ваши ценности, из которых формируются, собственно говоря, ваши цели. Это продолжение человека, но на другом уровне, на уровне уже идеи, и на уровне реализации именно программы жизненной. Вот что такое миссия. может быть немножко сложно, но об этом стоит подумать, потому что это основа основ. Это та ось, на которую собирается уже дальше все в проекте. Для этого и существует технология проектирования. То есть пока эта цель находится в вашей голове, и вы реально себе ее только прорисовали ментально, это одна история. Но когда вы уже переходите к другому состоянию и описали вот все возможные для вас позиции, которые приведут вас, по крайней мере, близко к этой цели, или решению задач, которые приведут вас к этой цели, это уже настоящая технология проектирования. Поэтому мы с вами уже определились, что мы стояли на этом берегу реки, и мы вошли в ту бурную воду, и наш миф должен нас перенести как бы вот сюда, в это состояние, куда мы мечтаем прийти. Таким образом, сейчас каждый опишет свой миф, который для него сейчас существует и который для него сейчас актуален. На первом уроке мы коснулись двух серьезных базовых тем, необходимых для создания любого проекта. Это мифотворчество и миссия. Темы эти глубокие и серьезные и требуют большой проработки. Но мы вам даем домашнее задание для того, чтобы вы примерно для себя представили, как будет выглядеть реализация проекта и какой результат будет получен. Домашнее задание первого урока. Начнем его примерно с конца. Представим, что проект уже реализован и ответим на вопросы не в той последовательности, как они записаны, а немножко по-другому. Сначала попробуем ответить на вопрос, в каких обстоятельствах я нахожусь после реализации проекта. Это и есть наше мифотворчество. И проанализируем, кто я после реализации проекта. Потом оценим, какие причинно-следственные связи возникли и что нужно сделать для реализации проекта. А теперь опишем, кто я в настоящее время и в каких обстоятельствах я нахожусь в настоящее время. Таким образом, домашние задания вы можете выполнять как вам удобно, но я предлагаю его сделать именно в той последовательности, как сейчас озвучила. То есть начать с воображаемого момента, когда проект уже реализован. Редактор субтитров